ОКСИГЕН НОТ ИНКЛЮДД Улучшение жизни, да, переработали систему скиллов, переработали систему болезней и еще всякого разного по мелочи, безусловно, завезли Ну и начинается колония, само собой, с туалета, тем более сейчас у нас нет иммунной системы, дублики будут болеть там как-то периодически Это стоит все учитывать, так, вот это нам стоит тоже быстренько делать Поэтому бахаем пока что обычный туалет и достаточно скоро или достаточно быстро я попытаюсь перейти, безусловно, на продвинутые туалеты Но посмотрим, как там судьба у нас сложится у дубликантов Пока что хотя бы обычные поставить и само собой выставить на них приоритет на максимум, чтобы они их чистили Ммм, дублики такие дублики Эвелина уже сюда смогла забраться, как бы начала себя раскапывать Она храпит, походу она сама себе мешает спать Я уже какие-то кроватки успел поставить А че с тобой не так? А, ждите, дышать нечем Эм... А давай ты поднимешься И начнешь выкапывать себе дорогу Давай-давай-давай-давай, торопись Ты еще и в туалет хочешь? Да, дублики, такие дублики Куда ж без этого? Ну ладно, не особо сильно не стрессанут В целом у меня тут уже даже одна комната готова, да? Это уборная Так, и все-таки не вытерпела, да? Неприятненько Нам надо куда-то еще грязную воду девать Поэтому это все, пожалуйста, вытрите Окей Здесь немножечко складов поставлю Склады будут плюс-минус равномерно там по базе раскиданы Чтобы дублики поменьше бегали в одну точку конкретно Ну и еще насчет еды Надо бы сразу тоже побеспокоиться Вот эту территорию Сейчас тоже немножечко разведаем И сюда прокопаемся Ну и плюс нам надо снабжать базу кислородом А для этого надо накопать водоросли Что у нас там по органике? Водоросли 6,4 тонны На какое-то время хватит Плюс у меня что-то какая-то беда, наверное Ммм... С медной рудой Так же дистанции нет Могу уже начать заниматься потихонечку И исследованием в частности Наверное тебя сюда воткнем И рядышком воткнем ручной генератор Плюс там буквально, я не знаю, батарейки 3 Этого должно хватить И это все между собой запитаем Начнем исследовать активно все Ну а исследование, пожалуй, начну само собой с доски объявлений Плюс у нас здесь есть кулер для воды Это значит, что можно будет сделать там столовку, комнату, я не знаю, отдыха Что-нибудь придумать Поэтому делаем Изучаем это дело В принципе изучаться это должно достаточно-таки быстро Ну и приоритет, соответственно, повысить Хотя бы на восьмерочку Ну а складские отсеки будем заполнять, наверное, всякими Кхм... Вот этими вот материалами, которые тут у нас в округе имеются Это я, кстати, не могу прокопать И вот тут немножечко неудобно, конечно, водичка зачесалась Сейчас попробуем сюда вверх приподняться Посмотреть, что там Ну и надо влево, вправо, вниз повсюду раскапывать И вести активно разведку Я думаю сразу взять еще одного дублика А почему бы и нет Назовем его Сарделька И он у нас будет заниматься земледелием, в частности Плюс у него есть интерес к уборке К производству и снабжению Нам такие, в общем-то, нужны А чего бы и нет Все, погнали строить Так, и Беринг, я надеюсь, очень быстро это все дело исследует Да, по идее, очень быстро Субтитры сделал DimaTorzok Практически построили уже первую жилую комнатку Это замечательно Плюс у нас появилась доска объявлений Это говорит о том, что пора раздать им какие-никакие профессии А, ну мы их сможем раздать, как только не наберут опыта У нас же сейчас новая система этих самых профессий У них пока скиллпоинтов ноль Как только появится по скиллпоинту по первому Я начну раскидывать эти самые профессии И чем больше вы им профессий назначаете Тем у них выше становятся требования к морали К уровню этой самой морали То есть тут, в принципе, даже видно Здесь особо никаких нет требований Но это если мы здесь и потом еще здесь где-то возьмем Я думаю, они вырастут на плюс один Это уже будет там два и так далее А здесь сильнее растет требование А тут и того сильней Здесь я, пожалуй, сделаю первую какую-то тему с производством еды Это банальные ящики для растений И мучное вот это дерево будем выращивать Пищевое дерево, да? Первый скилпоинт, кстати, был получен Бэринг у нас получил И чем-то у нас Бэринг там занимаешься Вроде как ты у нас именно неплохо лаборантом можешь быть Поэтому да, пусть будет лаборантом Ну и шапочку лаборантскую, соответственно, тоже оденем Так, приоритеты Кстати, всем Абсолютно всем на бой По дефолту, да? Здесь всем на бой выставить Выживание Чтобы все прям выживали Это очень важно Так Переключение По всей колонии, да, кстати Можно гораздо быстрее это все делать Ну и получается Бэринг в исследование То есть мы по всей колонии запрещаем А вот именно Бэрингу разрешаем Этим заниматься в первую очередь Работа кипит Дублики продолжают активно тут осваивать Во-первых, новые территории Во-вторых, я сразу решил сделать нормальный душ Пока что на четырех дубликов Тут, наверное, второй еще будет душ рядом Сюда будет жилой комплекс Здесь будет развлечение, по всей видимости Кухня, возможно, где-то тоже здесь Либо с этой стороны, пока я не придумал Посмотрим Пока дублики сильно далеко не могут закопаться Сардельку я сейчас отправил на помощника фермера, да? Чтобы он занимался едой как-никак Тем более дубликов планируется в этой колонии, наверное, около 20 Или 18 Или около того, не знаю Посмотрим, как пойдет, как получится Углекислый газ пока что в больших объемах не скапливается Но в дальнейшем это может стать проблемой на самом-то деле Поэтому желательно, наверное, сюда ниже тоже прокапываться И пока что я ни одного гейзера не вижу как бы Рядушком Это проблема Это большая проблема Здесь второй жилой комплекс, очевидно, да, стоит Ну и насчет душевых кабин и туалетов Придется сделать зацикленную систему Откуда-то отводить излишек загрязненной воды Ну, скорее всего, куда-нибудь отведем И потом в дальнейшем загрязненную воду тоже можно как-нибудь использовать Ну и, кстати, надо как-то вот эту водичку аккуратно слить Ну, аккуратно как мы ее сольем Просто сюда закапываемся И надеемся, что она сюда плюс-минус нормально сольется Здесь ящики для еды поставлю Отсюда уберем Само собой Потому что здесь углекислый газ Он в правый нижний угол в основном скапливается Поэтому какое-то время еда у нас будет храниться здесь Чтобы она не портилась, да Потому что еды на самом деле очень немного Так, здесь я сбор вроде бы назначил Правильно, правильно Отлично Сюда вниз тоже надо закопаться Тут как минимум есть железная руда Ну и тут еще есть, конечно же, водичка Которую мы в дальнейшем сможем использовать О, полилась вода И полилась вроде бы по плану, да Единственное, что-то ее тут много Ммм, ящики для еды тоже затопило Слегонца Это немножечко не по тактике Давай попробуем, наверное, как-то раскопать, быть может Углубить Тоже, в принципе, вариант Я бы немножечко углубил это дело Потому что ящики я на койфик сюда поставил Да, практически вся вода слилась По скиллпоинтам Что у нас? Пока что не докачались Они до второго левела Но им, в принципе, куда только А нет, у них есть даже какой-то уровень морали 2, 4, 2, 4, 3 То есть по показателям Смотри-ка, тогда еще по первому левелу Других профессий я, в принципе, могу Спокойненько назначить Смотри-ка! Продолжение следует... О, неплохой, кстати, дублик нашелся, который умеет строительство. Я именно такого и хотел, поэтому его мы распечатаем и сразу же дадим ему, наверное, приоритет именно что на строительство. Так, по исследованию, кстати, я куда там движусь, да, в улучшенный предмет, и потом там в декор пойду. А здесь нам варигу мы тогда выдадим строительство, вот прям его, чтобы было, да? Ну, а остальное там уже по возможности. И вот этот поворот, здесь у нас гейзер природного газа. И второй вот этот поворот, он говно, 189 грамм в секунду всего лишь вырабатывает, это не особо много. То есть обычный гейзер природного газа где-то, как правило, раз в два больше бахает. Но, блин, придется, наверное, пользоваться тем, что имеем, хотя бы что-то, хотя бы как-то, чтобы не только на одном угле сидеть. Я еще, правда, на один этот уголь и не подсел, но тем не менее. Так, вот это все тоже убрать, водичку. И здесь я делаю такие хранилища, в которых у нас будут химически активные вещества храниться. На вроде... Так, сюда сначала водички надо налить немножечко, да? А здесь будут храниться такие вещи, как загрязненная земля и в дальнейшем слизь. Вот, и вода там должна быть разлита в каком-то объеме. Так, ну и копируем. Копировать. И приоритет тут, наверное, выставить где-нибудь даже на 8 можно смело, чтобы был, да? О, разлилась водичка, надо ее в любом случае чуточек побольше, я думаю. Продолжаю, тем временем, раскидывать скиллпоинты. И хеллбоя мы тоже сразу же отправим на посыльного, да? Здесь моральный дух всего лишь на плюс 1 подрастет. Ну, требования по моральному духу зато. Нам нужно инженеров по экзокостюмам из всех дубликов делать так или иначе. Поэтому раскидываем именно таким образом на данный момент. Плюс я вспомнил, у нас же здесь будет температура по итогу где-то 40 градусов водицы гонятся. Соответственно, надо, чтобы у нас были утепленные трубы. Теплоизоляционные. Это мы тоже делаем. И еще мне надо что-то там изучить было. Очистку, обработку воды. И она где-то здесь есть. Вроде как. Вот она нам тоже потребуется. Что-то я ее, кстати, не наблюдаю. Тут еще периодически все перетусовывают. Поэтому нафиг теряешься от патча к патчу. Но ничего, скоро релиз. И там как бы все это будет вроде как, наверное, на своих местах. И, кстати, здесь еще какой-то гейзер. Интересненько. Ну, если это гейзер с загрязненной водой, то это прям идеально. Но что-то далеко не факт. Тут может быть какой-нибудь вулкан и что вообще угодно. И, скорее всего, что-нибудь не особо полезное. Пока что вот этот единственный гейзер найденный. Он что-то как-то так сомнительно полезен будет. Но, тем не менее, будем его как-то использовать. Здесь я, наверное, угольных генераторов поставлю 4 штуки. Здесь сделано такое большое помещение. И снизу будут трансформаторы. От них будет сюда ветка вся вестись. Ну, а здесь будут генераторы на природном газе где-то с этой стороны. Ну, блин, природного газа, конечно, мало. Слишком большую нагрузку выдать нам не удастся. Ну, и надо, блин, наверное, начинать потихонечку животноводством тоже заниматься. У нас с едой, кстати, тоже не все круто. Еды у меня пока что мало. И, возможно, надо заниматься готовкой этой самой еды. Потому что они еду активно хавают. И пока что хотя бы банально микробный преобразователь поставить. Ну, вот хоть здесь. И какую-то первую еду банально попроизводить. Иначе скоро у нас прям голод будет. Так, чисто временное такое решение сделаем. Вот, недостаток еды уже. У них тут еще, я думаю, что за такой дымок какой-то. Я не знаю, газ вот над ними. Это отравление едой. Офигеть. Теперь же болезни-то переделали. Они теперь, походу, едой травятся. Жесть. Только это, походу, особо сильно им не мешает. Но только продуктивность их труда уменьшает. Также у нас нету даймунки. Поэтому они, когда находятся в какой-то микробной среде, у них есть некий шанс там заразиться какой-нибудь болезнью. Эти болезни надо лечить. И, короче, придется там специальные растения выращивать и заморачиваться с таблетками, я думаю. И я хочу все-таки посмотреть, что это у нас тут за гейзер. Но, походу, не прямо сейчас это получится сделать. Сюда еще раскапываю. Тут пока вроде ничего не видно. Еще, быть может, стоит выше подняться. Но это уже далеко. Надо как-то поближе. Надо сюда, наверное, тоже копать. Сюда вглубь тоже иду. И пока что как-то ничего не нахожу, к сожалению. Зато вот железная руда. И здесь железная руда. Сможем шесты хотя бы поставить первые, да? Ну и с энергией проблемы. Это надо будет сейчас... Вот оно, кстати, здесь фильтр для воды. Это сейчас доизучится. И надо будет пойти в теплоизоляцию. Только где она? Блин, я все потерял. Все потерял. Где она тут все находится? Либо же я уже изучил теплоизоляцию. Подожди. Ну-ка, давай чекнем. Все же может быть, правильно? Нет, только воздухопроницаемая и такая клетка. Да, вот она теплоизолированная клетка. Здесь у нас еще айсмейкер новый, да? Производитель льда. Надо будет почекать, для чего его можно будет использовать в дальнейшем. Но пока что тут еще очень много всего предстоит изучить. Ну и пришло время делать, наверное, нашу зацикленную систему на туалетах и на душевых. Пока что лучший вариант, наверное, будет магматическая порода. Из нее будем делать. Ну и здесь, в принципе-то, все просто. Сюда вот подводим. Так, причем у меня вход, кстати, только в одну сторону. То есть здесь я выставил, что они могут с этой стороны зайти. И выйти уже с той, чтобы, если что, они там кто-то как-то плюс-минус руки смог помыть. Вот, дальше делаем теплоизолированная труба. Магматическая порода. Это все подцепляем. Такс, здесь у нас, соответственно, выводы. Аккуратненько все это выводим дело. И у нас система, по факту, будет еще производить загрязненную воду. Такс, теперь главное все это грамотно плюс-минус развести. То есть вход он у нас здесь. Излишек, если что, вдруг он пойдет вот сюда. Здесь мы клапан для жидкости ставим. Ну, пускай даже будет из железной руды. Медной руды не так много на карте. И здесь обратно все пойдет в систему. Поэтому берем теплоизолированную трубу. И вот отсюда на вход ведем, да. Только у меня столько нету магматической. Ну, да ладно. Гранит. Что у нас еще есть? Осадочный обсидиан. Ну, давай, не знаю, обсидиан немножечко поюзаем. И вот она. Хлобысь системка у нас зациклилась. Ну, отсюда мы мостом дадим первую воду, да. А дальше у нас уже будет... Она самодостаточная абсолютной системой. Опаньки! Что касаемо гейзера. Это воронка водорода. Причем не особо производительная. Но водород это неплохо. Водород это тоже хорошо. Поэтому пусть будет. Но если бы был бы гейзер с загрязненной водой, было бы совсем офигительно. Но воронка водорода, допустим, мог. Ее либо для энергии использовать. Но это маловероятно. Она там не особо производительная. Будем просто водород запасать для того, чтобы в дальнейшем летать в космос на этом самом водороде. Это тоже сойдет как бы нормальная затея. Здесь бы надо достроить на самом деле складские, отсеки, да. И вот эту всю тему начать строить активно. Уже кто-то строит, бегает. Да, уже кто-то строит, бегает. Отлично. Магматическую породу они используют. Это мы все сможем реализовать. Но проблема в чем? Тут фильтр для воды есть. А он... Сколько он ест? Он вроде не особо много ест. 120 или 240. Да, да. 120. Но тем не менее, нам надо переходить на уголь. Исследование у нас практически... Допроизвелись. Теплоизолированную эту плитку сможем мы использовать. А еще мне надо золото где-то надо быть. У меня в металлической руде нету золота от слова совсем. Здесь оно есть. Блин. Где-то на карте надо как-то найти. Вот у меня железа много. Вот с золотом пока что какие-никакие, но проблемы. Либо же сюда как-то закопаться. У меня вот здесь вот вижу золотишко. Но опять же микробы. Что-то я новой этой системы пока что немножечко побаиваюсь с микробами. Поэтому надо как-то аккуратно врываться и добывать. Ну вот скорее всего с этой стороны. Блин, тут тоже конечно опасно. Но тут не так много этих самых микробов. Поэтому сюда мы можем спокойненько закопаться. Плюс-минус. Ничего особо не опасаясь. И здесь еще заодно пособирать вот эти всякие урожаи. Почему бы на халяву их и не пособирать с другой стороны. В случае грязи. Смотрите какой запас. Намечаю уже место под наши генераторы на угле. И здесь у нас будут батареи в небольшом объеме. Здесь еще где-то охлаждение всего этого дела. А здесь у нас будут трансформаторы. Плюс я тут место под разводку немножечко оставляю. Чтобы трансформаторов несколько воткнуть. И стоит еще учитывать, что где-то тут еще будут трансформаторы от генераторов на природном газе. Но генераторов на природном газе там будет всего лишь, наверное, на душе штуки 2. Типа вряд ли больше. Может 3. Хотя вряд ли. Типа 2, наверное, это потолок для этого гейзера природного газа. Я не помню сколько там потребляют генераторы на природном газе. Надо еще в этом направлении нам поизучать. Тут не написано. Не помню. То ли 65. Может быть 3. То есть потолок. То есть 2-3 на скидку. Да, около того. Здесь я копаю сейчас еще дополнительно железную руду плюс магматическую породу. Дабы использовать ее в теплоизоляционных целях. Ну и само собой, наверное, стоит поставить пожарный шест. Дубликом тут будет немножечко поудобнее и побыстрее спускаться. Но для этого надо явно больше железа. Потому что железо сходу отлетает. Да, железо сходу просто отлетает. Но ничего, сейчас они железо еще накопают. И хотя бы первый пожарный шест здесь воткнем. Мало-помало достраивают и вот эти вот теплоизоляционные трубы. Но особо спешить, опять же, смысла нет, пока у нас электроэнергия нормально не появится. Я не хочу, чтобы дублики тут просто по КД крутили это самое колесо. Ну и, кстати, генератор может быть изучить. А, подожди, я еще до сих пор столовку не сделал. И надо будет разметить территорию под столовку, под хранилище еды. Под нашим провизированный холодильник. Это все будет здесь. Здесь, наверное, сделаем какую-то зону, где будут холодильники. Дальше будет столовка над ней. А готовить пищу где они будут? Где-то тут же рядом, наверное, что далеко не таскать. Хотя можно где-то здесь готовить и, допустим, сюда просто подавать. По конвейерной этой самой ленте. Потому что здесь я вряд ли прям все сейчас могу это прям выстроить. А, и, кстати, у меня до сих пор нету дезодораторов. Надо бы, потому что загрязненный кислород он местами и временами, конечно же, имеется. Опаньки. Предлагают личинку блестячка. А, наверное, пусть будет. Пусть блестячки тут плодятся. Если смогут расплодиться. Но, чтобы им помочь расплодиться, я, конечно, могу воткнуть станцию животноводческую. Хотя у меня ее нет, нифига. У меня ни одного животновода нет. Но это тогда минус один дубликан, который будет конкретно блестячками заниматься. С другой стороны, это обеспечит высокий моральный дух на базе. Потому что будет очень много декора. Либо же можно будет потом сделать солнечные панели на этих самых блестячках. С другой стороны, это ударит по производительности. Не знаю, стоит ли этим заморачиваться. Поэтому пускай пока летает блестячок. Посмотрим, что из этого в дальнейшем получится. Я пока других дубликов добирать не хочу. Потому что с кислородом могут возникнуть проблемы. Пока что, да, на кислородном диффузоре. И пока что я не нашел абсолютно никакой воды. Надо куда-то вот тоже как бы продолжать раскапывать. В стороны, вот в эту сторону, наверное, между делом. Потому что здесь еще непонятно вообще что. Может быть, что-то действительно интересное. Сюда вверх мы уже прокопали. Ну, может быть, туда еще выше стоит. И вот как-то вот в эту сторону. Но там сплошь микробы. Ну и вниз, наверное, особо сильно закапываться я пока что не вижу смысла. Вряд ли там прям что-то совсем крутое. Хотя с другой стороны, а почему бы и нет, да? Вдруг действительно что-то крутое. Поэтому аккуратненько и вот здесь можно. Плюс тут водоросли. И вот так вот вниз. А тут еще и уголь. Нифига себе. В первый раз вижу такую генерацию. Че он замурованный наполовину? Гейзер. Это воронка холодного пара. 6,4 килограмм. Ну, неплохо. Неплохо. 6,4 это хорошо. Где-то 9,10 было бы совсем замечательно. Но имеем то, что имеем. Причем она как-то странно, смотрите. Замурована. Жесть. Как мне какие-то подбираться-то? Ну, подобраться я тут смогу. Но прямо сейчас в этом нет необходимости. Значит, где-то здесь у нас будет комплекс по производству кислорода, да? Я, кстати, что-нибудь в этом направлении делал. Пока что еще нет. Тут еще есть и морозный биом. Это тоже неплохо. Ладно, водичку нашли. Нам бы сейчас энергии. Нам бы еще бы найти какие-нибудь источники, кроме вот этого беспонтового гейзера природного газа. Но его бы хотя бы окучить пока что. Хоть какой-то, хоть беспонтовый вариант. Но уже как бы имеется, да? Это уже неплохо. Здесь, соответственно, лестница повыше. Здесь мы все заизолируем. Сделаем, чтобы было хорошо. Здесь 4 жилых отсека, да? Суммарно на 16 дубликов. Я думаю, пока что вот мы в 16 плюс-минус постепенно попытаемся упереться. И упремся. А там посмотрим уже, да? Ну и тут еще много всего предстоит сделать. Они уже, в принципе, много успели за 30 циклов. На этом же пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.